Здравствуйте! В эфире День города в студии Марина Комиссарова. В ближайшие 15 минут вы увидите и услышите новости минувшего дня. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Как проехать на авиадартс в самые интересные дни соревнований. Избежать очередей и сэкономить время. В пенсионном фонде предлагают освоить онлайн-услуги. Развитие рязанских сел. Какие перспективы есть у жителей глубинки. На расширенном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость активнее работать с обращениями граждан, не упускать из вида проблем, которые волнуют население. Поручил активно продолжать работу по профилактике и предотвращению распространения АЧС, а также рассказал о работе и перспективах развития рязанских сел. Что касается работы с гражданами, то тут губернатор отметил, что в ряде случаев жители муниципальных образований обращаются в вышестоящие структуры, не получив на месте помощь по вопросам, которые непосредственно входят в компетенцию муниципальных органов власти. В связи с этим я прошу активнее работать с жителями своих территорий, не упуская из виду проблем, которые их волнуют, находить возможности для их решения в режиме онлайн. Если есть хоть, я уже много раз говорил, еще раз хочу сказать, если есть хоть малейшая возможность помочь людям решить какой-то их вопрос, помогите, не жмитесь в решении их частных проблем. Ничего хорошего это не несет. Вот как раз, если вы поможете, это несет, в общем-то, улучшение морально-психологического климата в обществе, а значит, повышение доверия к вам в том числе. Это я главам говорю. По словам губернатора, в этой работе следует опираться на представителей общественности, так как общественный контроль хорошо зарекомендовал себя по таким направлениям, как проведение капитального ремонта жилых домов и дорожные работы. Далее речь пошла об уборке зерновых. К сожалению, на федеральном уровне отмечено, что закупочные цены на пшеницу третьей и четвертой категории снижаются, где-то и снизились на 13%, а пятой на 17%. В связи с этим я вношу такое предложение и прошу руководителей сельхозпредприятий максимально придержать зерно нового урожая до начала государственных интервенций. Глава региона отметил, что в Рязанской области продолжается активная уборка зерновых. Не осталось без внимания и беспокоящей в течение практически всего теплого сезона держателей свиноферм и хозяйств поменьше. В настоящее время в Рязанской области снят общий режим ЧАЭС по африканской чуме свиней, но в ряде районов он сохраняется. Мы необходимо активно продолжать все мероприятия по профилактике и предотвращению распространения ЧАЭС. Ни в коем случае не сбавлять, раз на всех этих территориях, куда в том числе в эти мероприятия входит входной контроль кормов, в том числе необходимо продумать, как контролировать корма, которые приобретаются на рынке, в том числе частными подворьями, санитарный контроль работников крупных и средних и малых свинокомплексов. Ограничительные мероприятия по АЧС отменены в ряде муниципальных образований, населенных пунктов региона и личных подсобных хозяйств граждан. Карантин по АЧС снят в поселке городского типа Кадам, в селах Нагорный Ряжского района и Кошебеево-Сасовского, деревне Сергеев-Кошиловского района, лесах Сараевского и Шацкого районов. По информации Управления транспорта, доставка зрителей на авиационный конкурс «Авиадартс-2016» 5 и 6 августа будет осуществляться следующим образом. 5 августа будет организовано движение автобусов с 7 часов утра каждый час до окончания показательных полетов от автовокзала Приокский до авиационного полигона и обратно. 6 августа с 7 утра до 11 утра из города Рязани автобусами по следующим маршрутам автовокзал Приокский, авиационный полигон Дубровичи, торговый центр «Круиз» – авиационный полигон Дубровичи, торговый центр «Глобус» – полигон Дубровичи. От авиационного полигона автобусы будут следовать с 12 часов до 16 часов. Стоимость проезда составит 50 рублей в прямом и обратном направлении, регулярность отправления автобусов может корректироваться по мере наполняемости салона, а количество работающих автобусов, исходя из пассажиропотока. Во избежание неудобств, связанных с возможными транспортными заторами в направлении Дубровичи, администрация города Рязани рекомендует горожанам и гостям города воспользоваться общественным транспортом для поездки на полигон. В России к 2025 году планируется создать единую базу сведений о населении. Речь идет о формировании базы данных о гражданах на основании системы ЗАГС и с привлечением сведений от других госорганов. Разработкой единого регистра населения России занимается Министерство финансов. В базу данных по информации Министерства финансов планируется включить основные сведения о человеке – фамилии, имя, отчество, дата и место рождения для умершего – дата смерти. Основные идентификаторы из других ресурсов – ИНН, СНИЛС, номер паспорта и водительского удостоверения. В Министерстве не исключили, что в базу могут быть включены и другие сведения, например, о месте жительства, обучения или работы, осудимости. По данным Интерфакса, каждому человеку, внесенному в реестр, будет присваиваться уникальный неизменяемый номер. Это 12-разрядный код, в котором учитывается год, месяц и день формирования записи, ее порядковый номер в реестре и контрольное число. В регистре будут содержаться сведения не только о гражданах Российской Федерации, но и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также о российских гражданах, постоянно проживающих за рубежом. Избежать очередей, сэкономить свое время и нервы при прохождении обязательных для всех граждан страны бюрократических процедур помогут онлайн-услуги, предоставляемые пенсионным фондом. Как это работает, узнала наша съемочная группа. Важнейшие услуги Пенсионного фонда Российской Федерации рязанцы могут получить дистанционно, не выходя из дома. С помощью каналов электронной связи, не обращаясь непосредственно к специалистам. В рамках предоставления услуг в электронной форме предусмотрено две формы осуществления этого процесса. Первая форма не требует регистрации. То есть на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации можно заранее записаться на прием к специалистам ПФР, что исключает необходимость ожидания в очереди в течение длительного времени. Можно заказать документы и справки, а также можно узнать необходимую информацию о сформированных пенсионных баллах, о сформированных пенсионных правах. Воспользоваться услугами можно после регистрации на сайте в рамках сервиса «Личный кабинет». Он работает уже с 2015 года. С помощью онлайн-услуг можно обратиться в Пенсионный фонд и с различными типами заявлений. Он о назначении ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам, с заявлением о выборе способа доставки пенсии, заказать необходимые документы, узнать информацию о размере положенных выплат. По линии материнского капитала можно обратиться через личный кабинет гражданина и подать заявление о предоставлении государственного сертификата на материнский семейный капитал, о распоряжении средствами, и что в особенности актуально в последнее время, о предоставлении единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского семейного капитала. Стоит добавить, что на сайте Пенсионного фонда России по-прежнему можно узнать информацию о сформированных пенсионных правах, а также заказать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации. Деньги, которые собственники жилья в многоквартирных домах выплачивают на капитальный ремонт, согласно закону, будут освоены только через 30 лет. Однако региональные власти решили изменить планы и отремонтировать некоторые дома значительно раньше. Итак, в 113 многоквартирных домах Рязани запланирован комплексный капитальный ремонт крышей фасадов. Вопрос о ремонте аварийных балконов, кровли, фасадов муниципального жилья был рассмотрен на Комитете по градостроительной деятельности городскому хозяйству в Рязанской городской думе еще в июле. По данным администрации Рязани, работы выполнены более чем на 80%. Всех домах, где ведется ремонт фасадов, ремонтируют и аварийные балконы. Также запланирован капитальный ремонт и замена газового оборудования в ряде муниципальных квартир. Реализация этой программы рассчитана до 2020 года. Правда, вот о качестве такого скорого ремонта приходится задумываться все чаще. Примеров тому тоже находится немало. Стали задавать вопросы потребителям, чем это вызвано, каким образом это влияет на качество проведения ремонта. И очень много сомнений в том, что в столь короткие сроки будут проведены качественные работы по поведению замены лифтов, ремонта фасадов или крови. Действительно, сомнение есть в том, что у нас недостаточное количество специалистов в этой области, в городе, и в области достаточно небольшое количество специализированных учебных заведений среднего звена и высшего образования, которые готовят специалистов в области строительства. А те кадры, которые приезжают сюда в виде различных шабашников, они не имеют должного специалиста с определенной квалификацией. Последний пример, когда у нас проходили сильнейшие залития при раскрытии кровель многоэтажных домов, показывается, что, к сожалению, изъяны есть и в этой программе, и должного контроля, к сожалению, со стороны управляющих компаний также нет. Предусмотрен и ряд мер по улучшению состояния дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, запланирован ремонт существующих дорог и строительства новых магистралей, приведение в нормативное состояние подъездов и подходов к общеобразовательным учреждениям. Проект этой программы прошел процедуру публичных слушаний. Получено положительное заключение. Вечером 31 июля на улице Дягилевская города Рязани внимание сотрудников госавтоинспекции привлек автомобиль Ауди-80. Инспекторы ГИБДД подали водителю знак об остановке транспортного средства. Однако автомобиль продолжил движение. Сотрудники полиции неоднократно повторяли требование остановиться, но водитель двигался далее, создавая опасные ситуации на проезжей части. Двигался по тротуару, выезжал на полосу встречного движения. Через некоторое время экипажам дорожно-патрульной службы все-таки удалось задержать правонарушителя. При выяснении обстоятельств поведения данного водителя у сотрудников ГИБДД возникли подозрения, что он находится в состоянии опьянения. Мужчина был доставлен на стационарный пост ДПС, где после прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал более 1,6 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха. С результатами он не согласился, после чего был направлен в медицинское учреждение, где у него взят биологический материал для установления факта состояния опьянения. После прохождения всех исследований в случае положительного результата в отношении 32-летнего рязанца будет составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, в отношении водителя составлены административные материалы за нарушения, которые он допустил, когда уезжал от сотрудников ГИБДД. Стартовал последний месяц лета, однако цветущие клумбы и буйнозеленеющие деревья еще долго будут радовать жителей города. Осенний листопад, казалось бы, еще не скоро. Но в разных частях города уже сейчас массово желтеют каштаны и дубы. Что стало причиной этого феномена, узнавала Алена Куколева. Наверное, нет такого человека, который, прогуливаясь по улицам или парковым аллеям в своем городе, не обратил бы внимания на необъяснимые раны пожелтевшие листья каштанов. Эти деревья обычно сохраняют свою зелень до первых заморозков. Но сегодня, в начале августа, многие успели заметить, что осень в некоторые районы города пришла значительно раньше. Вот улица Новоселов. Здесь длинная каштановая аллея в один миг пожелтела. А это центр города. И здесь такая же ситуация. Красивые и могучие деревья стали желтыми. По этому поводу люди бьют тревогу и выдвигают самые разные версии. Начиная от экологической катастрофы планетарного масштаба, заканчивая тем, что это промысел божий. Действительность же, как всегда, намного прозаичнее. Ну, это связано с тем, что родина Каштана – Северная Америка. А мы знаем, что там, в большинстве мест, влажный атлантический климат. И воздух всегда влажный. В Рязани в июне, в июле были такие дни, когда температура была свыше 30 градусов, не было ни капли дождя, и воздух был очень сухой. В этот момент каштаны получили просто ожоги, потому что им не хватило воды, их никто не поливал. Если каштан поливать, то он сохраняет кайму листьев зеленых, как и положено. Еще одна причина каштановой беды – паразит, так называемая минирующая моль. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Если выяснится, что действительно городские каштаны атаковали насекомые, понадобится усилие многих добровольцев, потому что уничтожить минирующую моль можно только осенью, собрав под всеми, без исключения деревьями, листву, в которой зимуют личинки. С одного килограмма сухой листвы можно собрать до 140 тысяч особей насекомых. Возьмутся ли за это городские коммунальщики? Пока остается под вопросом. Впрочем, на данный момент необходимо установить точную причину заболевания деревьев и потом уже думать над решением этой проблемы. Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества в своем первоначальном составе совершила 31 июля перелет из Москвы в Норвегию, где их ожидала пересадка на самолет Делангира, столичного поселка архипелага Шпицберген. Во время пребывания в Норвегии рязанцы записали видео. Руководитель экспедиции Михаил Георгиевич Малахов рассказал о том, как команда готовилась к отлету на Шпицберген. Через несколько дней эти люди станут самыми северными людьми на планете. Но позволят ли арктические льды, выплатим нам в этот раз задачу по изучению наследия самой, пожалуй, престижной экспедиции, совместной российско-шведской экспедиции по измерению дуги Меридиана-Свальбов. Парни, мы сделаем это? Сделаем это. Даешь, конечно. Даешь! Обратите внимание, время – 2 часа ночи. На улице солнце светит. Это как-то необычно. И первый раз такой видит. Это все новости сегодняшнего дня. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...